И снова приступаем к рисованию деревьев. Деревья бывают разные, и каждая из них можно соотнести с определенной стихией. Есть узловатые деревья. В них преобладает энергия дерева. Это больше слива, яблони, другие фруктовые деревья. Они рисуются, соответственно, и мазком таким достаточно прямым. Опа! И потом под 90 градусов, например, в другую сторону. Опа! Потом еще. Как-нибудь вот так вот. Раз! Заметьте, видите, основа это прямые углы. Именно на прямых углах строится, например, это деревья. Раз, два, три. Я беру линии прямые и мощные достаточно для рисования подобных деревьев. Есть и их обратные. Очень плавные деревья, которые обладают достаточно мягкой структурой змеиного тела. Они рисуются больше при помощи мазка, элемента металла. Каждая линия изогнета. Если здесь прямые линии были, то здесь сучки тоже изогнуты. Есть деревья, которые и вовсе обладают кряжистостью воды. Я беру и рисую их вращение. Вот что очень важно видеть в деревьях. Еще и стихию ствола и ветвей, потому что и ствол, и ветви часто бывают на разных стихиях, конечно, основы. И не забывать про все ритмы, которых мы уже далеком году. Дерево с жесткими линиями, металл более гибкий и совсем уже такое прям кряжистое дерево воды. Часто бывает так, что все эти элементы сочетаются в одном дереве. Кстати, еще я подумал, что это земля. Некоторые деревья имеют достаточно структуру, похоже больше на элемент земля. Вы, наверное, их всех знаете. Здесь даже я позволю себе нарисовать листу. Ого, пролистил, похудуем чуть больше. Ого, значит, еще и про землю вспомнили. Отлично. Очень важно. Ну вот, правда, деревьев с фактурой огня я, наверное, еще не встречал. Ну, может быть, просто не присматривался. Ваше дело присмотреться, найдете, может быть, тоже. Очень интересно. Вся живопись – это большое исследование, поэтому относитесь, конечно, к нему как к ослееврунии. Дальше мы с вами поговорим о том, как можно нарисовать листку. Субтитры создавал DimaTorzok